МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы поставляем сегодня 34 вида продукции. Продукция наша востребована как на Минском тракторном заводе, так и на внешнем рынке. Комплексный подход – залог успеха. Директор Хойникского завода гидроаппаратуры Василий Смальцер о трудовой дисциплине, новой продукции и уверенности в завтрашнем дне. Спорт я любила с детства, поэтому пошла. Все-таки решила, что это не мое экономика и все остальное. Это не мое бухгалтерский учет, поэтому пошла в спорт. Увлечение, оставшее работой. Мария Карельская о любви к спорту и поиске себя. Просто любить свою малую родину недостаточно. Пытаемся узнать то, что уже забыто, потеряно. Связь поколений. Директор Иолчанской средней школы Татьяна Николаенко о малой родине и о том, как стать успешным, работая в сельской местности. Успешный руководитель не просто лидер в коллективе, а человек, обладающий богатым опытом и запасом знаний, позволяющих добиваться нужного результата. Уже 15 лет на Хонингском заводе гидроаппаратуры Василий Смальцер в должности директора умело воплощает свои идеи в производстве, что позволяет предприятию уверенно чувствовать себя на белорусском рынке. Отработав около 20 лет в металлургической отрасли Казахстана, в 1996 году Василий Егорович перебрался в Хонингский район по соседству с родным Брагинским. На завод тогда устроился коммерческим директором. Время было крайне непростое. Текучесть кадров, низкая трудовая и производственная дисциплина, снижение объемов производства, а самое главное – не было четкого плана действий по улучшению ситуации. Стагнация продолжалась и в начале нулевых. В 2004 году Василий Смальцер, несмотря на обстоятельства, решился возглавить проблемное предприятие. Предприятие было убыточным, не имело объема производства, заработная плата очень низкая была. Нужно сказать, что в 2005 году, когда мы вошли в состав Минского тракторного завода, предприятие начало наращивать объемы производства, загружаться, осваивать новые виды продукции. Много оборудования было привезено с Минского тракторного завода, где мы со своим коллективом занимались освоением его новыми видами продукции. И сегодня достигли вот этих показателей, те, которые мы сегодня имеем. Сегодня Хойникский завод гидроаппаратуры – пример образцового промышленного предприятия, которое уже не один год показывает высокие результаты. Четкая и отлаженная работа позволяет выполнять доведенные показатели. Рост заработной платы за 2018 год составил 132%, выручка на одного работающего – 160%, а объем производства – 150%. Мы поставляем сегодня 34 вида продукции на Минский тракторный завод. Это, значит, поперечина, которую мы освоили в этом году. Значит, она дает нам объем производства в общем объеме 15-17%. Также здесь продукция, которая поставляется на другие предприятия нашей республики. Это Сморгонский агрегатный завод, значит, Кобрина Громаш, значит, Салева Гомель. Слаженный коллектив – залог успеха любого предприятия. Это прекрасно понимает и директор Хонингского завода гидроаппаратуры Василий Смальцер. Сегодня в его подчинении трудится более 150 человек. Для них созданы комфортные условия на рабочих местах, а также существуют различные поощрения. Заработная плата на данный момент около 800 рублей. К слову, завод гидроаппаратуры обеспечивает более 40% промышленного производства в районе. И на достигнутых результатах здесь останавливаться не планируют. Освоение из года в год новой продукции – вот одно из главных составляющих успеха завода гидроаппаратуры. За счет чего сегодня и есть рост объема производства. Если не будем осваивать мы каждый год нового вида продукции, то, естественно, и не будет перспективы в этом предприятии. Поэтому это основное направление – освоение новых видов продукции и новых рынков сбыта. В прошлом году мы освоили 5 видов новых продукции. В этом году мы планируем освоить 6 видов новой продукции. Значит, что нам обеспечивает объем производства, выручка на новоработающую и хорошую заработную плату. Мы должны достичь в этом году 1000 рублей по предприятию заработную плату. Самой главной своей заслугой Василий Смальцер считает создание коллектива настоящих профессионалов и, что немаловажно, единомышленников, без которых не были бы возможными сегодняшние успехи. У нас коллектив стабильный, текучести кадров у нас практически нет. За последних 5-7 лет у нас ни один инженерский работник не уволился с предприятия. Значит, плюс ко всему, мы за 2017 и 2018 год дополнительно приняли 15 человек на работу на наше предприятие. И в 2019 году мы планируем еще дополнительно принять на работу рабочих в связи со своими новыми видами продукции. За свою многолетнюю плодотворную работу Василий Смальцер снискал авторитет среди коллег и был удостоен немалого количества наград. Среди них есть особенно ценные. Но в 2014 году герою нашей программы присвоено звание почетного жителя Хонингского района. Как отмечает Василий Егорович, для него это дополнительная мотивация для новых побед. Кроме чувства и гордости за то, что тебе присвоено звание, здесь дополнительное, что возложить ответственность. Надо понимать, что не просто получил определенный почетный гражданин, допустим, района, но это вложится, во-первых, большая ответственность на тебя, и ты должен оправдать это доверие перед все-таки руководством района, которое поручилось тебе за этот коллектив, в который сегодня ты работаешь. Это большая ответственность, самый главный вопрос. Не самое главное, что я стал подсчетным гражданином, а самое главное, что на меня возложила большую ответственность. На будущее на Хонингском заводе гидроаппаратуры ставят амбициозные задачи. Есть главная экономическая стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а значит, вскоре будут покорены новые вершины. Сегодня ни одной рекламации мы за последние годы за свою продукцию не имели. Это заслуга нашего сегодня коллектива, наших инженерских работников. Я считаю, что предприятие в дальнейшем имеет хорошие перспективы. Разработана программа до 2023 года по развитию этого предприятия, по основанию нового кидопродукции и по закупке нового оборудования для производства этой продукции. Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Эта известная кинофраза как нельзя лучше описывает талантливую и обаятельную героиню нашей программы Марию Карельскую. Девушка успела себя испытать в разных сферах деятельности, и за что бы ни бралась, все старалась делать на отлично. Свою карьеру начинала тренером по легкой атлетике в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва города Хойники. Всегда какие-то успехи своих воспитанников воспринимаешь как свои собственные победы, и всегда берет гордость за то, что ты причастен к этой какой-то маленькой победе. У меня были девчонки, которые и на области были в призах, и сейчас Виктор Трошин, который сейчас служит в армии, но он как бы остался в спорте, и я думаю, что в дальнейшем еще, может, мы услышим эту фамилию. Поначалу спорт в жизни нашей героини был просто увлечением. Сегодня же это профессиональная деятельность, хотя судьба могла распорядиться иначе. После девяти классов Мария Карельская поступила в торгово-экономический колледж и успешно его окончила. Однако за время учебы, признается девушка, осознала, что хочет вернуться в спорт. Так пришло решение поступить в Белорусский государственный университет физической культуры. Я любила спорт с детства, занималась. Это был колледж, просто, наверное, такая, как дополнение, наверное, к моей деятельности просто. А спорт я любила с детства, и поэтому пошла, все-таки решила, что это не мое, экономика и все остальное, это не мое, бухгалтерский учет. И поэтому пошла в спорт и дальше начала заниматься своей деятельностью, которая мне больше нравится. Уже 9 лет Мария Карельская является заместителем директора детско-юношеской спортивной школы Хоникского района. В ее обязанности входит решение самых разных вопросов. Введение документации, подготовка к учебно-тренировочному процессу, контроль тренеров, состоящих в штате спортивного учреждения. В данный момент мы находимся в спортивном зале средней школы номер 3, где работает наш тренер-преподаватель отделения легкой атлетики. Казалось бы, трудовые будни Марии Карельской расписаны буквально по минутам. Однако, несмотря на чрезмерную занятость, находится время и для тренерского ремесла. Три раза в неделю Мария проводит тренировки для учащихся Козелужской средней школы. Разные дети, разные случаи. То есть, каждому ребенку специальный подход какой-то. И каждый по-своему как-то вот кто-то сразу вроде хочу-хочу, потом как-то вот теряется этот интерес, потом вроде хочу-хочу. И наоборот он зажигается и начинает каких-то результатов, пытается добиться. То есть, однозначного ответа нет. Но в основном, как бы, если тренер, как бы, специалист хороший, то есть он всегда заинтересует и в основном всегда детки занимаются с удовольствием. Любой тренер должен быть примером для своих учеников. А для этого в первую очередь необходимо поддерживать себя в хорошей физической форме. Когда у меня есть свободное время, я стараюсь заниматься в нашем спортивном тренажерном зале, также бегаю в стадионе. Вот сейчас мы пройдем в один из залов. Над этим Мария Карельская работает постоянно и при любой возможности посещает тренажерный зал. К слову, Мария Карельская поддерживает себя в форме не только благодаря тренажерному залу. Ее можно встретить на различных областных и республиканских спортивных форумах. Например, в прошлом году Мария стала участницей Минского международного полумарафона. Будущее строить молодым. Марии Карельской не безразлична судьба родного Хоникского района. И потому сегодня она делает все возможное для его успешного развития. Год назад возникло желание попробовать себя в новой сфере деятельности. Мария стала кандидатом в депутаты районного совета. Избиратели в нее поверили. И теперь самое главное – оправдать ожидания. Каких-то глобальных проблем, как бы я не сказать, чтобы решила. Но я просто пока вливаюсь в это русло, пытаюсь найти какие-то для себя новые ветви в этой деятельности. Хочется, конечно, помогать, но пока еще каких-то серьезных достижений у меня нет в этой деятельности. Но я надеюсь, что все в будущем. Мария Карельская – человек целеустремленный. Она всегда ставит перед собой новые задачи. И чем сложнее, тем интереснее. Можно с уверенностью говорить, что ее профессионализма, самоотдачи и задора хватит для воплощения в жизнь поставленных целей во всех сферах деятельности. Ялчанская средняя школа – яркий пример того, что и в небольшом агрогородке при должном подходе жизнь может быть насыщенной и творческой. Возглавляет учреждение Татьяна Николаенко – педагог с 30-летним стажем. Именно она является главным генератором всех идей. Ялчанская школа активно вовлечена в проектную деятельность. В 2016 году начали развивать аграрное направление. Благодаря участию в проекте развития потенциала сети семейных клубов в Чернобыльской зоне с целью улучшения социально-экономической ситуации стали возрождать пришкольный участок. В 2018 году мы высадили 4 сотки ремонтантной малины, 3 сотки клубники. Вот имеем в том же 2018 году у нас реализовалась инициатива, мы приобрели 3 теплицы 12-метровых, малогабаритная сельскохозяйственная техника со всем навесным оборудованием, капельный полив. В перспективе мы планируем опять принять участие. Уже разработать, во-первых, нам надо еще 50 соток земли, у нас она имеется, пришкольного участка, для того, чтобы выращивать раннюю зелень, выращивать, хотим, овощную продукцию для удешевления питания, для витаминизации учащихся. Ну, также, конечно, это дополнительный доход для учреждения. Планируем летом этого года принять участие в сетевом эксперименте по выращиванию арбузов и в конце лета или начале осени принять участие в празднике День Арбуза. Проектная деятельность позволяет развивать самые разные направления. Особое внимание педагогов и учеников Иолчанской школы к сохранению исторического наследия своего края. В рамках года Малой Родины для того, чтобы сохранить память о жизни наших предков в прошлом, была проведена акция, в ходе которой учащиеся нашей школы, коллектив, педагоги и жители деревни из своих альбомов, от альбомов предоставили фотографии, которые иллюстрируют жизнь в быту, во время отдыха, в работе, жители нашей деревни. Ну и большая благодарность, конечно, здесь за помощь, которую оказала общественная организация «Белорусский зеленый крест», в том, чтобы мы смогли предоставить вот эту фотовыставку. Здесь только малая часть фотографий. В будущем мы планируем ее уже организовать стационарно, и дети, и жители деревни, и просто гости смогут сами ознакомиться с историей, с прошлым через эти фотоснимки. Кроме того, у нас два года назад был разработан краеведческий экскурсионный маршрут. Это путешествие по Илчанскому краю, в которые включены самые значимые места в нашей деревне. Этот маршрут был уже пробован на учащихся школе. Он реализуется в рамках таких уроков школьных, истории, шестой школьный день. Ну и за прошлый год, также реализуя эту программу, год малой родины, на этом маршруте побывали представители из других регионов Белоруссии, и даже с пограничной зоны Украины. Это были дети, взрослые, которые смогли познакомиться с историей нашей деревни. Также этот маршрут был предоставлен на республиканском конкурсе юных экскурсоводов «С чего начинается Родина». Диплом второй степени на области, и потом мы еще приняли участие в форуме юных экскурсоводов в Минске, который проходил в декабре. Данный проект сопутствует и развитию творческих способностей учеников школы. Благодаря его реализации в учреждении появилось два популярных среди школьников объединения по интересам. Это объединение по интересам музыкальные капельки. Руководителем данного объединения является Давыдовская Марина Ивановна. Это наш молодой педагог, который занимается возрождением песен, которые присущи именно нашему региону, нашей местности. Эти песни ребята с Мариной Ивановной вместе ходили по семьям, по людям уже пожилого возраста, собирали этот материал и разучивают его. Смогли применить одну из песен, которую они разучили, на фестивале семейных клубов в мае 2018 года. Не хвалийся, девчиначка, червоным манистам, червоным манистам, манистам, як выйдеш ты на улицу, манисты порвутся, манисты порвутся, манисты порвутся. Также в актовом зале проходят репетиции театра Батлейка. Школьники под пристальным вниманием своего руководителя готовят к премьере новую постановку. Зараз мы займаемся мероприемством пьесы «Казак и казачка», ладить в учни, я как педагог их только накеровываю. В общем, дальнейшее житие такое мы будем ладить для учня в нашей школе, потому что в рамках школьного курса белорусской литературы есть тема Батлейка, где требует детям не только рассказать, а можно и показать. Как это не делать в интернете, шукать некие раздруковки, можно реально их привезти и показать нашу Батлейку. В первую очередь хочется детям поведомить об том, что было такое на нашей земле, что нечем наш народ в изначальной, и наш народ внес великий унесок в нашу культурную, спадшину и традиции. Детям, по-перше, треба сказать, как они ведали, учили, заховывали и передавали нашу спадшину, потому что кто, коли не мы, будем этим заниматься. Это наша основная мета. В рамках проекта преподаватели стремятся развивать и любительский театр, где главные роли исполняют уже не куклы, а актеры. Акцент, в первую очередь, на местный колорит. Наша местность, чем она знаменита? В свое время, будучи гимназистом, Паустовский приезжал на летние каникулы к своему родственнику, помещику Силюку, и провел летние каникулы здесь. И впечатления от Полесья у него были настолько сильны, что в последующем появилось произведение Корчмана Брагинки. Это произведение о нас, о нашей малой родине, о Ёлче. И мы считаем это своим достоянием. Поэтому и сейчас идут репетиции нашего театрального коллектива школьного по данному произведению Корчмана Брагинки. Различная направленность проектной деятельности учреждения – раздолье для учащихся. Проходят занятия и для юных любителей технического творчества. Мы направляемся в класс, где ребята занимаются детским техническим творчеством. Здесь как раз-таки команда, которая в этом году стала победителем турнира, который проходит у нас ежегодно. Команда занимает первое место в сентябре 2018 года. Конкурс, проводимый в стенах учреждения, всего за два года перерос районный уровень. Последний интеллектуальный форум посетили учащиеся из России и Украины. Ребята обменялись идеями, а также научились презентовать свои разработки, многие из которых, к слову, уже сегодня могут быть полезными в повседневной жизни. Одно из наших изобретений был капельный полив, который занял первое место. Например, если кто-то уезжает на дачу, или нужно дома, например, поливать те же цветы, можно включить, например, настроить время для каждого цвета свою влагу, например, и он будет поливать. Еще одна поделка, которая также участвовала в этом конкурсе, заняла второе место. Это был светофор, макет светофора на основе конструктора Ардуино. Работаем следующим образом. Горит красный свет для пешеходов, машины могут передвигаться. Когда пешеход подходит, он нажимает кнопку, после чего для водителей загорается со временем. Сначала начинает ныргать зеленый, включается желтый и красный. После чего могут идти пешеходы. Когда пешеход проходит, со временем прекращается гореть зеленый свет для пешеходов, начинает включаться, ну, ныргать. И потом обратно включается свет зеленый для машинистов, то есть для водителей автомобиля. Также в этой поделке есть датчик освещенности, и в темное время суток кнопки подсвечиваются. Этот макет используется для наглядно показывать маленьким деткам, как это пользуется, как переходить дорогу, в каких местах. Используется на уроках ОБЖ. Конечно же, не забывают в школе и о мотивации своих учеников к получению высшего образования. Благодаря итальянским спонсорам уже на протяжении пяти лет, каждый из ребят, набравший максимальный балл по результатам ЦТ и поступивший в высшее учебное заведение, вне зависимости от формы обучения, может рассчитывать на ежегодную стипендию в размере 800 евро. Сотрудничаем уже более десяти лет, мы близкие друзья даже скажем. Они ежегодно берут на оздоровление учащихся нашей школы к себе в июле, и не только у нашей школы, но учащихся района на оздоровление. И мы долго беседовали о том, как же быть, как сделать так, чтобы повысился интерес к обучению, и пришли к такой идее. Хотите, снимайте жилье, может быть, это оргтехника, может, это на какие-то другие образовательные нужды, где-то дополнительные курсы и тому подобное, отчет не требуют. Это вот такой хороший стимул, мотивация наших учащихся бороться за данную стипендию. Участие в проектной деятельности – это не только насыщенная интересными событиями учебная жизнь. Это в первую очередь повышение авторитета не только школы, но и района. Это жизнь, это активная такая жизнь, это постоянное движение, это развитие, я бы сказала, даже, понимаете, это даже, ну да, и поднятие престижа в том числе. Привлечение внимания к себе – это также немаловажно для нас, жителей нашего агрогородка. Татьяна Николаенко практически всю свою жизнь проработала в Иолчанской средней школе. Что примечательно, она является и выпускницей этого учреждения. Многие педагоги школы – также местные уроженцы. И кому, как ни этим людям, оставшимся на своей малой родине, думать о благосостоянии своего края и делать все возможное, чтобы прошлое не было забыто, а будущее было безоблачным. Просто любить свою малую родину недостаточно. Человек, который родился и живет в том месте, должен, кроме всего прочего, не только любить, но и знать о достопримечательности, о знаменитых людях своей местности. Должен знать те заповедные уголки, в которые можно привезти, и, допустим, туристов, приезжих, гостей нашей родины. И, кроме всего прочего, он не только должен все это знать и любить, но должен и гордиться тем, что он живет именно в этом месте. И нести эту информацию дальше, и оставить это следующему поколению, своим детям. Поэтому мы и возрождаем, и пытаемся узнать то, что уже забыто, потеряна связь поколений, ну, не по нашей вине, но так произошло. Да, мы многое забыли, мы многое не помним, не знаем, но работаем. Редактор субтитров А.Семкин